О том, что в старый Новый год принято лепить вареники, знают действительно немногие. Традиция существует с 19 века. Именно это блюдо считалось одним из главных угощений на праздничном столе. В качестве начинки использовали картошку, мясо и ягоды. Сегодня этот список заметно пополнился. В вареники добавляют сыр, творог, шпинат, орехи. Самый популярный у нас идет краб, креветка, солгуни. Покрашенные черным и картошка, солгуни. И это, грибы. Грибы, картошка, солгуни. Так вообще, кто любит шампиньоны, кто любит грибы. В преддверии старого Нового года вареники буквально сметают с прилавков. Без преувеличения берут их в промышленных масштабах. Управляющий кафе Томас Макаридзе рассказывает, однажды у них купили сразу 20 килограммов вареников. Представляете, вот так вручную лепить. А когда они узнали, что у нас унесли 20 килограммов вареников и ничего не осталось, грубо говоря, вареничной, нет вареников, это уже беда. На Руси вареники считались не только главным праздничным лакомством. В канун Нового года на них было принято еще и гадать. По сюрпризу, спрятанному в начинке вареника, можно узнать, чего ждать в будущем. Например, длинная нитка к путешествию. А вот монетка к улучшению материального состояния. Вряд ли сейчас кто-то воспринимает такие гадания всерьез. Но согласитесь, приятно в начале Нового года узнать, что грядущие 12 месяцев сулят успех и благополучие в делах.